В Киеве родители подали иск против учителей, объясняя это и мотивируя это тем, что, говоря о том, что мы происходим, то есть мы как люди происходим от теории Дарвина, то есть от обезьян это является полным абсурдом. Нет, я с ними согласен. Мы действительно, наше тело произошло от обезьяны, наше я произошло от высшей силы. И никуда от отвинетесь, они забывают просто вторую половину. Они думают, что и вообще все наше я, все мы от обезьяны. Нет, нет, человек не произошел от обезьяны, человек, который во мне. А мое тело является следствием обезьянного этого развития. Ну вот я, наоборот, так в их иске уловила недовольство тем, что ограничиваться только понятием человека как тело, это неправильно. Они говорят о том, что дайте человеку, маленькому человеку, в школе, которая развивается, некую свободу выбора, выбрать как бы между тем, что он не только тело, возможно, что в нем есть что-то еще. Между обезьяном и творцом, Бакетсо. Между обезьяном и творцом. Ну, выбор хороший, только как они это сделают. Вот что есть между обезьяном и творцом? Между обезьяном и творцом есть я, человека, на самом деле. То есть, если вы раскроете каббалистические книги, которые задолго до Дарвина, кстати говоря, написаны, это в книге Зор 2000 лет назад, или в книге Ари даже, в книгах Ари 600 лет назад, Дарвин всего там 250 лет, так что вы увидите, что они пишут о том, что человек произошел от обезьяны. Тело человека произошло от обезьяны. Из неживого к растительному, к животному промежуточное состояние между животным и человеком, и человеческим телом, это обезьяна. И это абсолютно будет доказано наукой все равно. Найдут промежуточную ступень, обезьянку, которая ближе всего к нам, найдут, это все ерунда. И все эти догадки о том, что у нас хромосомы другие, там, похожи на каких-то там, это не важно. Найдут. В Кабале написано, так что это так и будет. Но проблема же не в этом вообще. Проблема в том, что наше я человеческое, оно не имеет никакой связи с обезьяной. Это только наше тело. Физиология наша, вот мясо. То есть, вот очень важный здесь момент, я хочу заострить. Когда маленький ребенок, или не маленький уже, не очень, подходит к родителям и спрашивает, папа, мама, откуда я появился? Из мамы. И мы начинаем объяснять только на уровне физиологии, ищем всякие способы. Из мамы и папы, которые когда-то были обезьяней парой, и потихонечку-потихонечку превратились в таких человеческих существ. Да, но в принципе, нет, в принципе-то, слушая вас, ребенок, на самом деле, что сегодня уже спрашивают? Его интересует же не его обезьянное происхождение? Я не знаю, что их интересует, может быть, да, может, нет, но надо объяснить ребенку четкий разрыв между нашим я и нашим телом, который к этому я отношения не имеет. Просто мы, пока еще не развили свое я, отождествляем его с нашим телом. А на самом деле нет никакой связи. Нам надо оторваться, вот то, что говорит Кабыла, и подниматься над ним. Это и есть выход из тела, не тот, который в медитациях там где-то выходит из тела, а это и есть выход своего я из тела и существования совсем в другом постижении, в другом ощущении пространства, в ощущении иной жизни, неограниченный нашим пульсом, то есть временем, неограниченный пространством, которое улавливают мои пять этих телесных органов чувств, то есть неограниченный вот этой коробочкой мясной. А когда я начинаю ощущать, это все через другие органы чувств, органы чувств своего я, они называются пять органов духовного восприятия, потому что это действительно дух. То есть уровень выше, чем тело.